Ну что, всем доброе утро. Давно я вам не снимала наши утренние завтраки. А Тёма, кстати, со своим омлетом вкусным сыном. Тёма с овощами. С лета пока завтракать не хочет. Но я ей дала такую вкусную штучку, чтобы она таблеточку выпила. Всем таблетки раздала. Всё поделала. Буду сейчас быстренько собираться. Всем хорошего дня. А мы тут справляемся. Нет, 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 нет. Это нет. А что такое? Шарлок и ровно кофе. Где тут мой кофе? Кстати, я ул. Кофе готов. Кофе продолжаю пить со своим миндальным молоком, который сахар. Любимый гильзери заваренный мой кофе. Так что всем хорошего дня. А чем эти положить телефон? Это я. Так, всем добрый день, дорогие зрители. Я, как обычно, нахожусь в центре. Пришла по работе. Но проходила мимо здесь, значит, вот такой вот стародавний, древнегреческая, как я вам говорю всегда, постройки. В Валенсии очень много всяких таких древнегреческих построек. И увидела тут одну вещь, что это вообще церковь, католический костел. Я его увидела открытым. Он обычно всегда закрыт, я никогда не видела, что тут внутри. Но сегодня он открыт. И я хотела вам сделать здесь маленькую экскурсию, потому что я в шоке. Я в шоке с этой красотой. Посмотрите. Это просто капец. Это просто капец. Причем, что это все сейчас декорирует вот он цветами настоящими, натуральными. А я так думаю, будет свадьба. Потому что белые цветы, ну, как бы, я думаю, я думаю, по этому поводу декорирует. Это что-то. Давайте пройдемся, сделаем кружочек. Работнички работают. Видите, никого из этих нету. Из служащих. А именно работники, которые цветы заносили. Очень интересненько. Вот так вот. Я буду выходить. Я вам уже говорила, что в Валенсии очень много таких церквей. Очень много старых построек. Вот таких вот, как это, видите. Очень много всего интересного посмотреть, как для туриста вообще просто супер. Причем, что вы выходите в центре и отходите пешком, и видите кучу, кучу всякой интересной архитектуры. Поэтому, если когда-то будете в Валенсии на экскурсии, знайте, что. Ну, понятно, это все на любителя, если вам это нравится. Мне, например, очень нравится, потому что очень красиво. Ну, если у вас как бы другой вкус, и вам интересно посмотреть, какие-то другие вещи, тут тоже много всего есть. А вообще очень рекомендую, да. Я надвигаюсь домой. Это, конечно, прикольно. Выходите на балкон, у вас мусорки под окнами. И воняет все. Это я так. В общем, почему-то подумала, такая первая мысль пришла. Ну, или вот так вот, да. Выходите на балкон, у вас и сразу засеют через два метра. И смотрите друг на друга. Тоже ничего. Ой, какой колокол. Значит, я бегу домой, буду забирать Артемыча и к маме. Иду в центре, а в центре Валенсии, как обычно, покажу вам снова. Вы уже видели тысячу раз центр Валенсии. Но я все же еще раз вам покажу эти узкие смешные улочки, где куча ресторанчика, кафешек, куча отелей. Вот такая вот крысотища. Ну, кому красота, кому не очень нравится. Вот такое. Ну, в принципе, старая часть города, она практически вся такая, с кучей магазинов антиквара, вот, например. Вот. И я вам немножечко покажу. Может быть, вы подзабыли. А если и не подзабыли, то снова вам напомню о том, что город у нас очень красивый. Тепло у нас, хорошо. Опять, наверное, градусов 27. Может быть, и 30. И такая погода у нас держится еще пару месяцев, как правило. Очень тепло. Вот. Ну, а также, если вы вдруг на автомобиле, вам нужно пробраться через эти чудо улицы, то знайте, что... О, вот там тоже мусорки. То знайте, что если вы попадете сзади какого-нибудь мусорного вот такого... Ой, блин! Вы не представляете, как это воняет. То, во-первых, вы не проедете, а во-вторых, вы еще будете стоять и все это дело нюхать. Вот, смотрите, доставщики еды. Сидят, ждут заказов, чтобы отвозить. Ну, и фару матраса не помешает тоже. И, в общем, внутри таких улочек вы можете насмотреться чего угодно, увидеть что угодно. Также можете наткнуться на одну из моих любимых кафешек Берталь, который называется в центре города, где обалденное мороженое с вариацией миллион. Миллион! Да. Ну и все сидят, шнямают и пьют кофеек. Вот такая у нас красота. На солнышке хорошо. Туристов еще куча. Да вообще туристы, в принципе, целый год едут. Вот зимой, может быть, немножко опускается там востребовательность, можно так сказать. А так ездят постоянно. Сейчас буду проходить нашу совсем любимую зону, где стоят пальмочки для охлаждения. Водичка, водичка пшикает. И куча туристов на великах. Это очень актуально. Тоже вам говорила уже не раз, что туристы очень часто берут именно велосипеды, потому что это очень удобно. Вот представьте, по тем улочкам, по которым я только что проходила, ехать на машине. Это нереально. О! Ух ты, бля! Вамуса война! Такой осень. Вот вам, пожалуйста, садитесь и охлаждайтесь. Как хорошо. И послушайте за одну музыку. Испанскую музыку. А в испанском исполнении. Так что, вот такая красота. Значит, сегодня, мои дорогие зрители, я вас приглашаю на экскурсию по Валенсии. Давайте пройдемся вместе и насладимся прекрасными видами нашего города. Ух ты, какие! Смотрите, это тоже у нас, значит, магазин сувениров. Смотрите, вот такого я еще не видела. Это очень интересно. Смотрите, класс! Какие бучки! Вы же знаете, бучок же, это тоже испанский символ. Смотрите, как красиво сделано. Единорожка не знаю, а вот бучок, да. Боже, какой милый! Бульдожка! Как мы любим бульдожков! Такие они милые. Вот, так что, здесь, как всегда, можете купить кучу всяких сувениров. Тарелок, чашек и так далее. Но я не буду заходить, я буду идти домой. Вот, свалием все открыточки. А вот. И здесь у нас сделали много пешеходных улиц. Уже во многие места въезд запрещен именно на автомобиле, поэтому самый лучший вариант всегда это идти пешком, ну, либо взять велосипед в крайнем случае в аренду. Можно взять электрический самокат, кто не боится ездить на такой штуковине, тоже в аренду. Удобно. Вот. Но самое лучшее, мне кажется, все-таки прогуливаться пешком. Я вам скажу честно. Насколько я вот могу там, да, лишний раз я даже не беру моего мотоцикла свой. И вот ездила на самокате электронном. Тоже это не то, потому что когда хочется вот так все рассмотреть, когда вы в новом месте, вы знаете, я здесь, естественно, не впервые похожу, да, здесь миллион раз ходила, но именно чтобы рассмотреть очень удобно все-таки идти пешком. Потому что если вы хотите, можете их остановиться где-то, где-то замедлиться. Вот. Ну, я, понятно, я, например, сюда там контент снимаю, мне, естественно, надо две руки свободные, чтобы я могла одной рукой камеры держать, а другой. А, я, кстати, хотела вам показать. А давайте пройдемся туда. Я сейчас быстро пройдусь и покажу вам просто, как он называется. Сейчас, секундочку, я вспомню. Всякие ремонтники тут ремонтируют, а голову тут что-то бросают. Хотела показать вам фасад. Кто бы поехал? Быстренько с вами прошвырнемся по красивейшему фасаду керамического музея. Музея, то есть керамики. Это просто что-то. Это такая красота. Сейчас мы дойдем, я вам обязательно покажу. Здесь, конечно же, куча отелей тоже, магазины, ну, все как обычно, как в центре, как в любом центре любого большого города. Вот, единственное, что мы, конечно же, не зайдем сегодня во внутрь, потому что я не успеваю, это мы так придем сюда с Артема, может быть, вот он, смотрите. Это просто неимоверно какая красота. Смотрите, все стоят, разъявили рот и снимают туристики. Сейчас нам его приблизи, вы посмотрите на эту сумасшедшую архитектуру. Посмотрите. я просто в шоке, если честно. Смотрите, какая красота. Там платный вход, это недорого. я не помню, по чем. Ну, смотрите, сегодня даже очередь сумасшедшая есть. Вы представляете, мы приходили сюда с моей подругой. Так, а что ж, по чем здесь, чтобы посмотреть? Нет, здесь есть график, а цену не пишут. Ну, вы знаете, это недорого. Мы были здесь, нам очень понравилось. Посмотрите, какая красота. Обалдеть. Вот так вот все в этом духе. Представляете? Внутри, конечно, тоже просто неимоверная. Мусей, национальный музей керамики. А вот, Гонсали Смарти. Понятно? Понимаю, его создал. Гонсали Смарти. Вот так вот. Обязательно мы сделаем экскурсию и с вами сюда пройдемся. Вот так что я побежала домой. Если что-нибудь еще интересное надо ибо и вам поснимать, обязательно поснимаем. Давайте перейдем и покажу еще вам какое-то стареище вон стоит. Стареище. Ну, как сказать? Это стареище, но оно очень красивое. Я лично люблю такие вещи старинные. Понятно, скажу вам честно, я бы в центре жить не хотела, потому что это очень шумно, особенно на все праздники это очень шумно. Это интересно, потому что с одной стороны выходишь и всегда весело, вон всегда народ есть, детишки гуляют. Знаете, так живенько, да? То есть, когда вы выйдете из дома, у вас точно никогда не будет депрессии, потому что вам всегда весело. Вот, смотрите на эту штуковину. Тоже видите, это не все. все это дело реконструкцией занимаются, все это реконструируют, все это дело переделывают и потом делают там хорошие квартиры по полмиллиона евро, а то и по миллиону. Дедушки, они очень удивляются, что я ему улыбаюсь. А чего мне не улыбаться? Чего не плакать, что ли? Ой, ну смешные дедушки. Такие дедушки сидят, покуривают сигары, попивают коньячок или вискарик. Ой, что это за яма такая? Дырка. Уху, как там воняет. Вечно мне везде надо свой нос засунуть. Вот. Вот еще один дедушка. Тоже попивает свой чупиток. Чупиток свой. Чупитку свою, чупитку. Так что всего можно найти кучу. И дедушек в том числе. Вот так вот все едят на улице. Ничего страшного. Попивают кофеек. В общем, я буду бежать. Вот я вам наснимала уже 10 минут, непонятно чего. Так время быстро идет. Как-то странно. Как обычно. Когда хочется, чтобы время, чтобы быстрее оно тянется. Вот. Ну, а в основном время идет очень быстро. давай, поехали. Вот так вот, каждый зарабатывает как может, видите? Этот дяденька тоже зарабатывает вот таким способом, поэтому любой способ приветствуется, наверно кроме воровства, убийства. Там еще чего-нибудь плохого, да? Как многие осуждают там, она такая плохая, тем-то тем-то там занималась или занимается. Знаете, всегда лучше чем-то заниматься, чем ходить, просить у родителей или еще хуже воровать. Поэтому, знаете, если человек поступает так или иначе, это потому что в его жизни такой момент, когда он должен поступить так или иначе. Другого выхода у него нет. Поэтому, знаете, когда вы обудите ботинки этого человека и пройдете у них всю ту жизнь, которую прошел он, конечно, вы не будете его судить так или иначе, потому что поймете, почему он ведет себя так, почему он занимается вот этим и почему он сделал так. Понятно, что вы бы сделали там, возможно, по-другому. Но, опять-таки, пройдя его путь в его ботинках, это так бы и было. Давайте мы с вами подумаем, куда мы пойдем, а пойдемте сюда. Поэтому никого не стоит судить. Очень часто у нас так получается, что мы начинаем судить с первого взгляда, да? Вот первое впечатление человек оставил вот такое. Ну, мы сами себе нарисовали картинку, можно сказать, да? Так, у меня тут дует ветер и почему-то на этом режиме 4К ветер у меня не убирается и это очень плохо. Наверное, вы не будете меня тут слышать. Сейчас я посмотрю и продолжу свою дискуссию. Да, тут у меня есть разные режимы на камере. В зависимости от того, какой режим стоит на съемке, то потом можно ставить, убирать, то есть посторонние звуки, больше или меньше. На том режиме, на котором я снимала, посторонние звуки убрать нельзя, поэтому ветер будет дуть. Ну, сейчас я опустила немножко режим сделала другой. Видео будет попроще, не такое прям теперь мега качественное, но при этом будет убирать лишний звук. А мне это важнее, потому что мне нужно, чтобы вы меня слышали. Вот, а не ветер, который шумит. И машины, которые тут ездят. Вот. Такие у нас красивые пальмы. Очень люблю я пальмы. Вообще у нас очень хороший есть парк. Недавно вылез мне в интернете, в инстаграме, какой-то блогер, ну, не блогер, парнишка, который тоже, видимо, из наших приехал, рассказывал за Валенсию, говорил, что зеленая, что есть парк. И знаете, так всегда интересно почитать внизу комментарии, поражаешься, насколько они разнообразны, потому что многие написали, откуда ты свалился, где ты видел парки, где ты видел зелень. Ну, не знаю, я, например, зелень парки вижу. Особенно, учитывая то, что я возле него живу, так я вообще вижу каждый день. Огромнейший парк, который продолжительностью, наверное, километров 18, я вам рассказывала, уже за него много раз. Это очень длинный парк, который проходит через всю Валенсию, через весь город. И как бы говорить, что нет зелени, ну, как-то странно. Не знаю. Видите, это то, о чем мы всегда с вами говорим, что каждый видит то, что хочет видеть. Каждый строит свою реальность, у каждого своя реальность. Кто-то выходит и не видит ни грамма зелени, понимаете, ни грамма. И вот так вот по жизни. Выходят и говорят, все в жизни очень плохо, все плохо, депрессия, хочу умереть, хочу, чтобы меня отравили. Зачем? Ведь вы видите то, что вы хотите. Да, можно посмотреть направо, увидеть кучу машин, которые оставляют за собой кучу вони, да, постоянные пробки, постоянные сплошные автомобили, которые загрязняют воздух, шум, нечем дышать. А можно посмотреть налево и увидеть миллионы пальм, цветов, травы, зелени, красоты, тишины, спокойствия. Потому что если вы опуститесь вот туда вниз, разложите там покрывал, а гляньте полежать, поверьте мне, там внизу вообще не слышно, что тут ездит машина. Да? И это все находится на расстоянии 5 метров друг от друга. Вот так. Вот в чем разница в том, что каждый видит то, что он хочет видеть. И все. Самое главное, не навязывать это никому. Если вы видите жизнь в негативе, ваше право. Если вы считаете, что в жизни нет ничего хорошего, все только плохое. Мне даже написали здесь, что 90% жизни всего плохого. Но я бы так не сказала. Как бы. Никогда бы не согласилась. Учитывая то, иногда какие заботы падают мне на плечи. Да. И вы же понимаете, что это нас все делает сильнее. Это все нас делает сильнее. Все эти заботы, все эти проблемы нас закаляют. А когда все в жизни хорошо и плохо, ой, хорошо и замечательно, мы становимся слабыми, дряблыми. Такими. Знаете, когда какая-то малейшая ерунда с нами приключается, мы сразу падаем в обморок. Потому что мы не знаем, как решить эти проблемы. Вот так. Это у нас Puente de las Flores. Мост цветов. И как правило, они цветут здесь просто насыпом, эти калачики. Сейчас, видимо, у них не сезон. И они, видите, подсохли, осталось очень мало цветов. Но это просто, да, не сезон, видимо. А когда у них сезон, это такая красота. Вы себе просто не представляете. Но я уже снимала пару раз этот мост. Я думаю, кто меня смотрит давненько, тот видел и снимала. Погода очень у нас хорошая. Вот так вот, мои дорогие. Это то, чем я хотела с вами поделиться и сказать вам, чтобы вы не забывали о том, что ваша жизнь – это отражение вас, того, что вы видите, того, как вы это видите. И если вам кажется, что все вокруг плохо, значит, вам нужно просто немножко порыться в себе, посмотреть, что там не так, что там не то, почему происходит так или иначе, почему притягиваются какие-то неприятности. Они не притягиваются просто так. Очень важно всегда знать, кто вы. От этого идет все. Кто вы, кем вы являетесь на самом деле. Себе немножко. А мне тут, значит, пришло куча писем. Непонятно, откуда. Все разные. Сейчас вам покажу. Ага. Ну, значит, одно письмо пришло по поводу нашего коммунидата. Коммунидата, нет. Не коммунидат. Короче, коммунхоз, типа. Коммунхоз. Значит, у нас было собрание. Я на него не спустилась, если честно. Хотя надо ходить на все собрания. Вот. Почему вы разговариваете? Я с камерой разговариваю. Вот. И получается, нам тут рассказывают все, что мы платим. Вот, чтобы вы понимали, сколько у нас тут информация, информация, ферси, история, срывоков, угры, супериор. А за какой же это период? 2 200. Каждая квартира заплатила 2 200 евро на минутку. У меня получается 40 евро в месяц коммунхоз. Да, где-то так. В которые входит, ну, естественно, весь подъезд, уборка нам убирает, свет, понятно, обслуживание лифта, если где-то что-то поломалось, понятно. Вот. Отдельно мы еще платим за то, чтобы нам сейчас поменяли крышу. Крышу нам надо менять, потому что дом старый. И поэтому не покупайте квартиру в очень старом доме. Потому что потом это куча расходов на то, чтобы этот дом нормально содержать, в нормальных условиях. Вот у нас, например, надо менять крышу, за которую 50 евро в месяц мы еще отдельно платим. Отдельно от этих 40. Можете себе представить. Вот. Поэтому это мне прислали бумажки по этому полу. Дальше. Что бы мне еще пришло? А, это пришло мне сито. То есть это мне талон прислали куда? К эндокринологу. Ну, отлично. Пойду. Хорошо. Еще одно письмо мне прислали. А это у нас уже Аюнтаменто де Валенсия. Что означает администрация. Валенсии импуэстос веикулос. Это значит Это значит какие-то налоги на транспорт. Наверное, на мою Ямаху. Да, 100%. 27 евро 69 копеек. Заплатить не знаю за что. Написано, что Ямаха моя Тори ПР-8 дыры. А за что не знаю, честно. Надо разобраться, но непонятно. Они как обычно так все это завуалируют. Платить плате, а за что? Непонятно за что. Ну, ладно. Вот так вот, дорогие зрители. Такие тут у меня дела. Такие у меня тут гоможонки. Так что вот так. А мы пошли с мамой Светой пить кофе.